Итак, я вас привезла в регион под названием Ахтана. И это, наверное, будет одним из самых ярких и самых живописных видео из серии моих видео о путешествиях. То, что вы сейчас увидите, это просто поражает воображение. Во-первых, посмотрите, какой вид у меня открывается. Какие разноцветные пески. То есть пески – это или скальная порода. Одним словом, тут тоже буйство красок. Красота невероятная. Итак, это крепость Ахтала. Там внутри церковь есть. Уникальнейшее место. И опять-таки я убираю свой голос вживую татак, чтобы рассказать вам без шума на фоне об этом восхитительном и просто сказочно-волшебном месте. Итак, поехали. Ахтала или Паганзаганг – это монастырь и крепость X века на небольшом плато в ущелье реки Дебет Лорийской области. В X веке крепость стала важнейшим стратегическим пунктом царства Кюрикян-Баградидов. В 1188 году Мариам, дочь царя Кюрике, возвела церковь Пресвятой Богородицы. В начале XIII века Иване Мхаргардзели из рода князей закорянов, влиятельное лицо при дворе грузинской царицы Тамары, передает монастырь халкиданитам и перестраивает армянский храм. Таким образом, Ахтала стал крупнейшим халкиданитским культурным центром на территории Северной Армении, но административно он являлся центром грузинской православной церкви. В комплекс монастыря входит главный храм, небольшая базилика святого Василия Великого и резиденция настоятеля, сейчас в руинах. В начале XVIII века монастырь пришел в запустение. В 1801 году указом российского императора Александра I Ахтала был преобразован в центр греческой православной церкви в Закавказье. В настоящее время греческие паломники ежегодно 21 сентября отмечают в Ахтале праздник рождения Богородицы. Именно по этой причине в монастыре присутствуют элементы декора, присущие как армянско-апостольской, а также православной церкви с элементами халкиданитской и византийской живописи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Слушайте, но сказать, что это сумасшедшее место, это ничего не сказать. То есть, когда я орала, пищала и кричала над Лорой Берт, средневековой крепостью, Ну, вы уже рассказы об этом месте, скорее всего, уже услышали, и поэтому я решила включить себя, чтобы вы слышали мои ахи-вахи и прочее. Ну, это в 20 раз круче даже, чем Лорой Берт. Да, Рукош. Вы уже услышали, по каким причинам они тут оказались, сохранились. И вот посмотрите, какая мощь, просто мощнейшая мощь за моей спиной. Вы посмотрите, она даже в кадр-то не помещается. Если учесть, что этому месту уже тысяча лет, фактически, просто, конечно, дух захватывает. Прежде чем зайти в церковь, тут есть еще, вот на своем фоне покажу, еще части крепостной стены, хачкар. Ну, тут кладбище тоже, конечно, имеется, но, например, в Уодзуне, где мы только что были, кладбище как бы давлело над общей картиной, как-то его было слишком много. А я, в принципе, достаточно суеверный человек, я не люблю снимать кладбище. Хоть современные, хоть старинные, хоть какие. Кстати, я стою под тутовым деревом, шелковица, шелковница, в общем, короче. Тут весь, вся земля в черных тутовинах. По-английски, кстати, тут это Малбери. Вот, и вот посмотрите, здесь сохранились какие-то остатки колонн, стен. Давайте я себя, опять-таки, частично уберу и покажу вам, куда я сейчас войду. Итак, вот я только что вам показывала фрагменты. Ну, может, это колонны, под потолком что-то было уже замшелое. Природа здесь просто потрясающая. Такой природы я, опять-таки, еще не видела. И здесь надо, вот кто приедет, ходите осторожно, потому что в земле, ай-яй-яй, ой-ой-ой, вот такие вот дыры. Честно говоря, мне сейчас камера прямо светит в экран. Я, честно говоря, не вижу, что я снимаю. Хотя глазами я вижу, что подо мной находится вот такая вот дырочка. И дальше идет вот такое вот развалившееся здание. Потрясающее просто. Ну, вот вы посмотрите, окрестности какие. И, ой, слушайте, здесь везде какие-то эти... А туда можно, кстати, спуститься. Я не знаю, насколько здесь змееопасное место, но, в принципе, там, где камни, там и змеи. И, ой, боже мой, как красиво! Вы только посмотрите на буйство красок. Нет, здесь пройти нельзя. Здесь пройти невозможно. Здесь вот такая вот... Я руку вытянула. Все, там пропасть. Но вы посмотрите, какое мощное помещение было. И дальше посмотрите, как красиво в сочетании с горами. Со скалами. Я, честно говоря, просто панически боюсь змей. Ну, вот посмотрите, тоже очень красиво. Давайте попробуем спуститься. Я не знаю, я реально чувствую, что я жизнью рискую. Потому что у нас и скорпионы, и змеи имеются. Вот, боже мой, я просто не верю. Знаете, что я стою в окружении вот этих вот древних стен. Вся эта архитектура просто потрясающая. Мне реально страшно, знаете. Просто страшно. Давайте попробуем все-таки спуститься. Да, вид, конечно, здесь какое-то такое углубление. Вид, конечно... Ай-яй-яй. Безусловно, изнутри. Вот мне приходится, конечно, к сожалению, топтать эту красоту. Но изнутри вид, как вы видите, совершенно другой. Ой, я представляю ночью здесь, как весело. Духи прошлого. Ой. Не могу удержаться и не снять себя на фоне вот этой вот древней роскоши. Просто. Вы знаете, я вот не верю, что я стою вот на таком вот камушке. Ой, все-таки нет, знаете, какое-то... О-о-о-о, там вот помещение вон за моей спиной. Нет, я туда хочу идти, знаете. Неприятно. Вот правильно, знаете, говорят, вот в древних местах... Ой, смотрите, какие пойницы за моей спиной. Красота. Вот в древних местах, ну, скорее всего, это люди сами себе придумывают вот эти вот ощущения, накручивают себя. Но все равно в древних местах действительно ты чувствуешь призраки прошлого, которые действительно дышат тебе в затылок. Особенно в таких местах и особенно в такой пасмурный день. Как-то это все действительно в затылок дышит. Вот. Не, ну, просто потрясающе. Я просто вот путешествую по своей родине, и я не перестаю удивляться тому, что я здесь обнаруживаю. Вы просто посмотрите. Вы знаете, когда словарный запас заканчивается, какой вход, какая резьба. Пока мне такой словарный запас заканчивается, и уже остаются одни сплошные междомедии. Давайте-ка подойдем с вами еще раз к краю. Мы сейчас с тобой пойдем, я тебе интересную вещь покажу. А вот, ой, смотри, какая ящерица огромная. Боже мой. Посмотрите, кто видит ящерицу, пальчики вверх. Подожди, не испугни ее. Могэйс. Посмотрите, какая ящерица. Слушайте, это не ящерица, а игуана целая. Могэйс, а лизард. 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 А huge one. It's a huge lizard. Виктор интересовался, на что мы так удивляемся. Ай, она по стенке полезла. Я не знаю, уже не видно ее. А она вот на тех красных кирпичах, если кто видит. В общем. О, а здесь родник. Кстати. Ой. Святой источник. Во-первых, промоем ручки. А во-вторых, напьюсь. Ну, а когда я тоже напьюсь. Ой. Да, я тоже хочу. Ой, подождите. Ой, какое удовольствие. Давай, пей. Хлеб. И хачкар какой красивый сделан. Ну, вот такая вот потрясающая церковь. Мы сейчас ее детально с вами изучим. Не изучим, а изучим. Вот. Давайте я опять-таки себя уберу. Ой, слушайте, вы посмотрите, какие горы за моей спиной. Ну, вот как можно сохранить какие-либо познания лексики, когда ты видишь такое, что у тебя просто словарный запас исчерпывается на любом языке. ВОЛЖЕНИЕ. ИНТРИГУЕ РУБИАТИЯ. НЕУ. ВОЛЖЕНИЕ. ВОЛЖЕНИЕ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, в общем, одним словом, это просто фантастика, как говорится, что-то с чем-то. Мам, пару слов. Интервью. Интервью. Вы знаете, я давно порывалась сюда приехать, но как-то не получалось. Вот, наконец, мы собрались, все, и вот я, и Виктор. И вы знаете, у меня просто мурашки по телу. Это какое-то чувство совершенно неземное. Мистическое. Да, абсолютная мистика. То есть это какое-то зачарованное такое, но в положительном смысле место. Да, да, безусловно. С безумно сильной положительной энергетикой. Ой, я даже не знаю. Вы знаете, я у себя хожу смотрю с открытым ртом. И не знаю, то ли на природу смотреть, то ли на храм смотреть, то ли на развалины замка. И времени мало отведено на все это. И времени мало. Я бы тут сидела и сидела, честно говоря. Ты только сюда посмотри, Рубош. Впечатлело тебя это место? Давай пойдем в то место, вот, куда ты пошла. А я туда пошла? А, ты хочешь со мной спуститься? Сейчас я это сниму до верха. Разноцветный. Синий, желтый. Да. Это что? Это разные химические реакции тут произошли. Элементы, то есть, такие? Окисления какие-то, да. Такие элементы. Такие элементы. Ну-ка, давай их возьму. Куда ты это возьмешь? Отсюда нельзя ничего не выносить. Ну, это хоть. Так, Рубош, вниз не спускаешься. Подожди, я проверю. Потому что здесь везде какие-то дыры. О, нет, ты сюда не иди пока, подожди. О, какой вид открыт. Ты раскопками занимаешься? Господи, боже мой. Для тебя тут все раскопали. Ой, боже мой. Вот мы по этой дороге сюда приехали. Он через тот мост. Вон там мостик. И сегодня хорошо, что не жарит солнце. Вот такой палящей, дикой какой-то этой нету. Ну все, прощаемся с этим восхитительным местом. И продолжаем наше путешествие и немного пасмурной романтики в финале. Субтитры сделал DimaTorzok.